Вот ведь парадокс. Насколько новогодние праздники нам кажутся длинными, настолько же быстро они впоследствии уходят в прошлое. И вот уже даже не верится, что всего несколько дней назад били куранты, взрывались салюты, съедались салаты, и ёлка на площади уже кажется неуместной и неактуальной. То ли дело наша программа. Здравствуйте, добро пожаловать в Монополию. Меня зовут Александр Шершуков. В этом выпуске. Крутятся диски. В бриллиантах «Алроса» ставят на поток производство эксклюзивных бриллиантов. Время перебирать камни. Придут ли роботы на помощь человеку в сортировке алмазов. Вне игры. Алмаз «Алроса» за пределами футбольной площадки. О нашей команде в деталях. В одном из выпусков мы сообщали, что предприятие «Бриллиант Алроса», которое производит одноименную продукцию, вот теперь продает эту самую продукцию через знаменитый «Сотбис». Говорили о том, что в бриллиантах готовятся к подписанию соглашений с ведущими аукционными домами и ювелирами. Рассказывали и об эксперименте по производству уникальных камней. Сообщаем мы сейчас. Эксперимент закончен. Можно приступать к работе. Если вам доведется побывать в московском филиале бриллианта «Алроса», вы ни в коем случае не останетесь без внимания. И причина здесь не только радушие хозяев. Дело в десятках цифровых видеокамер, которые непрерывно контролируют производственный процесс. Благодаря им технологи имеют возможность, не уходя с рабочего места, контролировать изготовление более сотни бриллиантов одновременно. У главного технолога на связи два новых цеха. Трансляция осуществляется непрерывно в режиме онлайн. Вся производственная цепочка здесь, как на ладони, в центре контроля технологическим процессом. Разрешение камеры, специальные датчики позволяют увидеть все до мелочей, кто и как работает с камнем. И по признанию огранщиков, в работе это только помогает. Если что-то произошло, то это произошло либо по вине сырья, либо внутреннее напряжение, но не вина рабочего. Он здесь себя ощущает супер защищенным, потому что вот камера, вот контролирующие люди, которые смотрят, как я это все делал. Потому что действительно камни, когда по миллиону, по два миллиона долларов лежат на столе, и когда ты их делаешь, ты хочешь себя максимально защитить и с кем-то постоянно контролировать, консультировать этот процесс. Вот это мне система очень сильно позволяет. Предприятие всегда старалось идти к ногу со временем. Техника обновлялась при первой возможности. Для огранщиков это очень важно. Чем современнее оборудование, тем меньше потери при обработке драгоценного сырья. Перемены к лучшему в планах и сейчас. Сегодня у нас пока только два участка находятся под таким контролем. Но уже в этом году мы вводим еще два. И, пожалуй, в 2015 году мы должны по нашим планам полностью завершить реконструкцию нашего предприятия. Это действительно повлияет и на качество продукции, это повлияет на выпуск тех бриллиантов, которые нам нужно, и извлекать максимальную пользу из того сырья, которое мы получаем. Новые участки запускались в работу, в том числе и с целью производства бриллиантов, специальных размеров и расцветок, востребованных на рынке. Именно такие камни интересны и аукционным домам, и ювелирным компаниям. Как подчеркивают в филиале, помимо продаж через Сотбис и Кристи, на предприятии, готовы и к другой задаче посредством уникальной продукции рассказать всему миру о компании «Алроса». У нас есть понимание, как работать, у нас есть клиенты, которых наша работа интересует сегодня. И следующий, 2014 год, я думаю, он должен уже стать годом результативным, как с точки зрения коммерческого результата, который мы обязательно ожидаем, так и с точки зрения пиар-компании, которые вот через вот эти крупные цветные бриллианты мы собираемся проводить. Новые мощности позволят предприятию еще сильнее закрепиться на мировом рынке. Бриллианты от «Алроса» уже частые гости на Сотбе и Кристе, а при удачном исходе переговоров они могут засиять в украшениях от таких грандов ювелирной отрасли, как «Тиффани», «Граф» и «Кортье». Сияние этих камней уже совсем скоро можно будет увидеть на ведущих аукционах мира. Бриллианты «Алроса» – этот бренд все чаще на слуху. Ассортимент достаточно широк, от, так сказать, эконом-класса за несколько десятков тысяч долларов до гигантов ценою в несколько миллионов. Вот что хорошо в производственных новостях, так это то, что они есть всегда. Цикл непрерывный, всегда что-то крутится, происходит, меняется. В общем, есть что рассказать и показать. Но что, собственно, мы далее делаем. На предприятие «Алросы» поступают первые партии новой униформы. Одними из первых «Робу» оценили шахтеры рудника «Мир». Костюм, отмечают горники, выигрывает у своего предшественника. До этого была синтетическая, вот старого закупа, зеленая синтетика. Плохая. Маркая и холодная, так сказать. В этой гораздо теплее. На качестве экономить не стали. На закупку этой спецодежды в компании потратили 300 миллионов рублей. В два раза больше, чем в 2012-м. Новой униформой со временем будут обеспечены все шахтеры. Ну а пока горняков, одетых в новую спецодежду, не так много. Сказывается сбой сроков закупочных процедур и проблемная навигация. В Айхале на восьмой фабрике энергетики заменили оборудование закрытого распределительного устройства на напряжении 6 киловольт. Работу этого участка можно сравнить с сердцем человека. Сюда, образно говоря, приходит вся электроэнергия. И отсюда же распределяется по всей обогатительной фабрике. Старое оборудование уже невозможно было отремонтировать. Запасные части просто перестали выпускать. Теперь проблема решена как минимум на 30 лет. Именно такой гарантийный срок предоставил поставщик техники. Ленские автобазы продолжают работать в жестком графике. То, что не удалось доставить баржами летом, приходится вести по зимнику. Объемы выше плановых в несколько раз. Если раньше, в предыдущие годы, порядка 35-40 машин было единовременно на разных автозимниках, то сейчас это будет порядка 60-70 машин. То есть, ну, практически в два раза увеличение машин на автозимниках. Осложняют ситуацию сильные туманы морозы. При минус 50 техника не выдерживает. Температура очень низкая. Вот уезжал 5-го числа, приехали мы 12-го. Местами минус 64, в Накыне минус 57 было. А сколько круга рейс составляет? Мы ходили 8 дней. То есть это нормально? Из-за того, что машины ломались, и нам приходилось простаивать. Будет ли работа у горняков на площадках летом? Это напрямую зависит от работы автомобилистов и дорожников сейчас. В автобазах это прекрасно понимают и обещают с задачей справиться. Управление большегрузной техникой с помощью дистанционного управления было впервые продемонстрировано в удачном в конце января. Во время визита первого вице-президента, исполнительного директора Игоря Соболева, машину представили специалисты автобазы технологического транспорта номер 3. Автомобиль незаменим для работы в карьере на узких площадках и круто-наклонных съездах. В ближайшие дни технику ждут испытания на промплощадке. Подробнее о машине мы обязательно расскажем на нашем канале. Вы смотрите программу «Монополия» на канале «Алмазный край». Прежде чем мы перейдем к следующей теме, хочется немного порассуждать, но, так сказать, подвести вас к предмету логически. Если помните, Федор Андреев, президент «Алроса», говорил, что в этом году компания добудет в общей сложности 36 миллионов карат сырья, а продать планируется 38. Причем из официальных документов компании видно, что в последние годы, наоборот, добыча больше, чем продажи. Это, судя по всему, позволило сформировать некий запас. Ну, опять-таки, цитирую президента компании, у «Алроса» в закромах 18 миллионов карат, 9 из которых ювелирного качества. И компания, в принципе, может позволить себе снизить план по добыче, не боясь остаться без прибыли. Далее, чтобы выгодно продать сырье, ну, чисто логически приходим к выводу, что в новом году ставка будет сделана именно на организацию продаж, на работу с клиентами. А для этого, разумно полагать, должно быть точно известно, что у вас в запасах, что есть в наличии, каких размеров, цветов, сколько стоит. А для этого надо все сырье пересортировать и учесть. И здесь подходим к выводу. Если компания увеличивает продажи, автоматически увеличиваются и объемы сортировки. Конечно, специалисты могут мою логическую цепочку подвергнуть сомнениям, не исключая этого, но, глядя на то, как сегодня сортируется алмазное сырье, вопрос напрашивается сам собой. А что, если компании понадобится сортировать больше алмазов? Вместе с Тамарой Бессмертной мы погрузились в тему и вот что выяснили. Именно сюда, на этот участок, поступает все сырье, добываемое в акционерной компании «Алроса». Прибывает оно примерно вот в таких вот посылках. Здесь сырье ждет так называемая предпродажная подготовка. Его рассортируют по цвету, весу, размеру, взвесят, оценят и сформируют так называемые боксы – коллекцию для продажи. Вся тонкость сформирования боксов, как, собственно, и сортировки, в том, что при классификации камней можно получить более 8 тысяч разновидностей алмазного сырья. Любой кристалл описывает 4 классификационных характеристики – форма кристалла, вес, дефектность и цвет. Другое дело, что в век технологий всю эту сортировку по тысячам позиций в основном выполняют вручную. Нет, автоматы задействуются тоже, но производительностью, да и новизной, большинство образцов, увы, похвастаться не может. Простой пример. На некоторых предприятиях Алроса использовались аппараты для сортировки зерна, купленные и переделанные под алмазы много лет назад. Дело в том, что аппаратов для сортировки алмазов на мировом рынке нет вообще, потому что их никто не продает. Они существуют вообще только у ограниченного числа производителей – компания «Эдебирс», компания «Алроса» и компания «Риотинта». И пока никто в открытую такие аппараты не продает. Понимая проблему, в компании в последние годы активно стартовала работа по созданию собственных машин, которые придут на смену не только устаревшим образцам, но и даже человеку. Еще совсем недавно сортировка алмазов по цвету заключалась в разделении их на две группы – светлые и темные. Благодаря новой технике появилась возможность разделять кристаллы сразу на 10 групп цветности. АРЦ-10 – аппарат разделения по цвету. Так называется аппарат нового поколения, разработанный Институтом научного приборостроения Сибирского отделения Академии наук. Это в Новосибирске. Еще один сортировщик по цвету делают по заказу «Алроса» в Британии. В ЕСВО уже приступили к экспериментам с опытным образцом. Главный вопрос – чей же аппарат окажется лучшим – российский или заграничный? Руководством компании было принято решение, что должны работать оба претендента на конкурентной основе, чтобы создать два аппарата, чтобы можно было понять, какой получится лучше. Создать аппарат для высокоточной автоматической сортировки алмазов по весу взялись специалисты Треста «Алмаз Автоматика». Уникальную разработку инженера назвали «Эксперт-01». Перед конструкторами стоял ряд сложных задач. Одна из них – найти компромисс. Взвешивать точнее или быстрее. Точность и производительность связаны. Чем выше точность, тем меньше производительность. Больше времени нужно потратить на взвешивание. Разработка и изготовление аппарата заняли полтора года. Сегодня «Эксперт-1» находится в опытной эксплуатации. Отзывы сплошь положительные. Разработка и машины для сортировки алмазов по форме занялись в Санкт-Петербурге. Ученые научно-производственного предприятия «Буевестник» уже приступили к тестам сепаратора, который способен обработать до 20 кристаллов в секунду. Аппарат может сортировать сырье по самым разным критериям. Что интересно, инженеры отмечают уникальную особенность машины – учиться. Прежде чем установка начнет сортировать, ее надо обучить. Ей надо показать те формы, на которые она должна сортировать сырье. Причем формы эти могут меняться, классы могут расширяться. Вместо вывода хочется сказать, почему так сложно создавать подобные машины. Вся соль, а точнее углерод, заключается в самой природе алмаза. Каждый камень уникален. Именно поэтому невозможно настроить аппарат на определенную форму, вес или цвет. И именно в этом сегодня заключается превосходство человека. Ручной труд, он, наверное, все-таки более точный будет. Сынок человеческий глаз, он более точно определяет цветовые характеристики, чем автоматы. Но мы в результате сортировки на автоматах получаем обогащенные продукты, которые в дальнейшем будут оцениваться сортировщикам. В любом случае, ручной труд будет необходим. Довольно-таки часто слышу фразу, да чего только не напишут в вашем интернете. И соглашаюсь с ней. Поэтому, собственно, мы и постарались отобрать для вас самые интересные из всемирной паутины. Интернет-новости далее. Алроса увеличила добычу алмазов в Якутии. Это следует из заявлений, сделанных в Минэкономике и промышленной политике Якутии. Как говорится в сообщениях, якутские предприятия группы Алроса добыли алмазов в среднем почти на 5% больше, чем в 2012. При этом себестоимость добычи алмазов в Якутии также увеличилась более чем на 11%. Вследствие чего эксперты ожидают снижение чистой прибыли группы компаний по республике. Подчеркнем, что сама Алроса пока не раскрывала объемов добычи и продаж алмазов в 2013 году. Юрий Дойников подал в суд на Алросу с требованием признать незаконным расторжение трудового договора и восстановить его в должности вице-президента компании. Об этом сообщает агентство Прайм со ссылкой на источник в суде республики Саха-Якутия. Пресс-служба Алроса пояснила изданию, что договор с бывшим топ-менеджером был расторгнут и за сокращение штата отмечается, что о предстоящем сокращении Дойникову сообщили весной прошлого года и в соответствии с трудовым кодексом предложили варианты вакантных должностей. Ранее, как сообщает Прайм, суд уже рассматривал спор между Алросой и экс-вице-президентом о так называемом «золотом парашюте». Весной 2013-го арбитражный суд Якутии отменил Юрию Дойникову выплаты по увольнению, размер которых мог составить около 300 миллионов рублей. Алроса стала владельцем части бизнес-центра «Аквамарин-3». О завершении сделки сообщила девелоперская компания «Эйфиай Девелопмент». Бизнес-центр «Аквамарин» расположен в центре города на Озерковской набережной в столице страны. Планируется, что в офис будут перемещены подразделения компаний, которые сегодня расположены в разных частях Москвы. Представитель «Алмазной компании» пояснил, что переезд в новый офис будет возможен после того, как будут налажены коммуникации и обеспечена безопасность, поскольку там будут проводиться торги алмазным сырьем. Американские инвестиционные фонды раскрыли свою долю «Валроса». Выкупленные ими пакеты акций российской алмазной компании на поверку оказались совсем небольшими. Наибольшим пакетом 0,4% обладает «Нью Волт Фанд» под управлением «Кэпитал Групп». Также различными пакетами акций обзавелись фонды «Хардинг Лёвнер», «Транс Америка Девелопинг», фонд «Оппингеймера» и один из организаторов IPO «Голдман Сакс». Напомним, что помимо вышеназванных фондов, крупные пакеты «Алроса» в ходе IPO приобрели «Лазар», российский фонд прямых инвестиций и негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние». Уникальный драгоценный камень был обнаружен на принадлежащей фирме Petro Diamonds шахте «Кулинан» в окрестностях столицы ЮАР. Вес камня размером желуд 29,6 каратов, однако даже по предварительной оценке его стоимость составит от 15 до 20 миллионов долларов США. Все дело в его исключительно голубой окраске. Такие камни одни из самых редких на планете. Шахта «Кулинан» уже известна несколькими потрясающими самородками, в том числе одноименным крупнейшим в истории алмазом весом в 3000 каратов, найденным в 1905 году. В этом месяце футбольный клуб компании «Алроса» провел на домашней площадке аж 5 матчей к ряду. Сейчас пояснение для несведущих. Да, у компании «Алроса» есть свой футбольный клуб. Алмаз «Алроса» играет в высшие лиги первенства России. Ну, это такой аналог первой дивизионы РФПЛ. Играет весьма неплохо, настолько, что дважды становился чемпионами вышки. Мирницы клуб любят. И я никогда не видел пустых трибун на матчах команды. Но вот видим мы ребят только на площадках. С тренерами говорим только об итогах игры. Надеюсь, что следующий сюжет, вот пусть хоть немного, но раскроет нам тайну, а какие они, игроки клуба, вне игры. Матчи «Алмаза» в Мирном никогда не проходят при пустых трибунах. Болельщики клуба приходят на игры при любых морозах и обстоятельствах. От своих любимцев ждут всегда одного. Победы и только победы. Только победы. Хочется, чтобы «Алмаз» победил. Клубе болельщиков тоже любят, уважают и ценят. Говорят, публика нынче пошла совсем другая. Люди стали разбираться непосредственно в мини-футболе, что достаточно приятно. Стало много приходить молодежи. Семьями это тоже достаточно трогательно. Немного клубов, даже суперлиги могут себе позволить таких болельщиков. Потому что некоторые игры проходят при полупустых трибунах. Сам «Алмаз» за более чем 20-летнюю историю тоже изменился. Другой состав, другой тренер, другая тактика. Не изменилось главное – отношение к коллективе. Этим всегда наша команда отмечалась. И многие ребята, даже приезжие, они… Многие хотели попасть именно в наш коллектив, потому что у нас как-то вот общение происходит. Не только там вышли, а отыграли, разошлись. Как бы всегда мы в коллективе отмечаем какие-то события вместе, если есть возможность, с семьями. То есть это как бы традиция у нас давнишняя идет. Конечно, не все так сладко да гладко. Футбол, игра мужская, без стычек и конфликтов на площадке не обходятся. Это так, это рабочие моменты. Бывает, конечно, там поругаются ребята, но потом каждый подойдет и пожмет руку. А кто-то выступает, не знаю, таким судьей, то есть может быть тренер, может быть ты как-то. Тренер, конечно. Тренер решает, что свистну, да и все, всех успокоим. Однако всех не успокоишь. На трибунах у ребят самые близкие люди, которым в некоторые моменты наблюдать за ходом матча весьма непросто. Сердце болит, но как истинный болезнь. Мне на работе говорят, а что ты туда не побежала? Надо было побежать. Я говорю, еще штраф там сделают, чтобы я мама бегает по полю и так далее. Поэтому вот сильно получаешь стресс, конечно, когда вот его все время роняют, все время он как-то лежит на поле. Тогда вот это все-таки думаю, зачем все это, для чего. Я ребенка туда отдала, разрешила. А когда победа, уже все. Вот как хорошо, что он занимается этим делом. У него есть любимое дело. Валентина Сергеева, наверное, самый преданный болельщик «Алмаза». Рассказать про команду и про карьеру сына может многое. Например, о том, что Геннадий Сергеев вполне мог бы быть и марафонцем, и борцом, и каратистом. Футболистом же он стал практически случайно. У него и был одноклассник Миша Коллесников, который занимался Андреем Александровичем Кулагиной. Он, вот это еще старый, олимп, он туда его взял. И вот с Андреем Александровичем начали заниматься. Когда Андрей Александрович пришел, незнакомый мальчик, такой шустрый весь, он говорит ему, покажи, что ты умеешь делать. Гена сделал солнышко по всему залу Олимпа. И на своих руках один круг сделал. На второй хотел пойти, Андрей Александрович остановил. Я спрашиваю, по футболу что умеешь? Нет, не умею. Он начал ходить, и вот Андрей Александрович сделал из него футболиста. Как отмечают все родственники «Алмазовцев», ребята практически не бывают дома. Редкие домашние туры не в счет, массу времени отнимают в те же тренировки. Алексей Каспирович, справивший недавно свадьбу, рассказывает, супруга долго не могла привыкнуть к тому, что мужа она видит чаще на поле, чем дома. Уже смирилась. Раньше было тяжело, сложно. Но привыкла. Поэтому уже, наверное, легче где-то. Поэтому, я думаю, все нормально. Хорошо смотрит на это. О перспективах клуба в «Алмазе» говорят неохотно. Что загадывать, если еще не закончен и текущий сезон? На вопрос, а не пора ли задуматься об игре в Суперлиге, в тренерском штабе призывают не торопиться. Здесь нужно глядеть на жизнь и на те условия, которые диктует современный мини-футбол, требования мини-футбола, ассоциации, РФС. То, что нужно усиляться, нужно проводить селекционную работу с игроками Суперлиги. На сегодняшний день, я так скажу, что в Суперлиге достаточно очень неплохие условия, как материальные, жилищные. То есть это все достаточно стоит пристального рассмотрения непосредственно, если, как говорится, уже разговаривать о Суперлиге. По классике жанра, в завершении подобного рассказа должен быть какой-то лиричный итог, но обойдемся без него, ведь итог – это конец игры, а мы, болельщики, всегда надеемся на серию пенальти. Закончить сегодня почему-то хочется непременно на положительной ноте, поэтому закончим на слове «весна». Минус 40 как-то по-особенному ждешь и предвкушаешь, и есть такое ощущение, что она на самом деле ближе, чем кажется. Или нет. Весна. Увидимся уже в феврале. На сегодня все. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok